Самолет Ту-160 Машиной развития военной реакции 20-го века, вобрав в себя самые передовые технологии, совершенство компоновки и уникальные летные характеристики. 1981 год. Уже два года советская армия выполняет интернациональный долг в Афганистане. Как никогда обостряются отношения с США. На Московскую Олимпиаду-80 не приехал ни один американский спортсмен. К концу подходит эпоха правления страной Леонидом Брежневым. В это время новый самолет в обстановке полной секретности готовится к первому полету. Как ни странно, первая утечка информации о суперсамолете произошла из уст руководителя советского государства. Брежнев на одном из каких-то совещаний сказал, что вот мы делаем новый самолет, стратегии Ту-160. А нам было, как говорится, запрещено упоминать даже название, ничего. Мы все это было скрыто. Мы нигде не упоминали. Мы до сих пор особо не упоминали. В конце 1981 года состоялся первый полет советского ракетоносца, который не остался незамеченным. А через некоторое время ЦРУ удалось получить фотоизображение Ту-160. Американцы преподнесли это так, что это сделано было со спутника. Расследование, проведенное в связи с появлением скандального снимка, поначалу лишь выдвигало самые разнообразные версии. Такая версия была, что вот спутник американский пролетал, с него сфотографировали, и даже спутник какой-то привязали. А потом, через какое-то много лет, вскрылось, что на самом деле снято было фотоаппаратом с рейсового самолета, который садился в Быково. Агенты американской разведки, сделавшего снимок, найти так и не удалось. Но другие свидетельства пристального внимания иностранных спецслужб были обнаружены прямо напротив аэродрома в Жуковске. 1987 год. В Советском Союзе разгар политики перестройки и гласности. Внимание руководителей страны приковано к подготовке первого полета космического челнока «Буран». В отношениях США происходит ощутимая политическая разведка. Но в это время служба внешней разведки СССР получает информацию о первых полетах усовершенствованного американского бомбардировщика Б-1Б «Лэнсер». Тогда советское руководство принимает беспрецедентное решение начать серийное производство Ту-160, который еще не прошел весь комплекс испытаний и не был принят на вооружение. Военное министерство не возражало. Новый самолет должен был выполнять сложнейший полет на двух скоростях – дозвуковой и сверхзвуковой. По замыслу конструкторов, на дозвуковой он должен доставлять смертельный ядерный боезаряд на межконтинентальную дальность, а на сверхзвуковой преодолевать зону противовоздушной обороны. Для этого на самолет устанавливались четыре мощнейших реактивных двигателя, которые развивают тягу в 25 тонн каждой. В 1975 году, когда вышло постановление о постройке самолета, меня назначили главным конструктором. В общей сложности к созданию самолета привлекаются 800 предприятий всего Советского Союза. Близнюк работает быстро. Он использует опыт преодоления звукового барьера пассажирским самолетом Ту-144 и сверхпрочные материалы корпуса беспилотного самолета-разведчика. Ястреб в большей степени был основой для всего. Почему? Он нам решил задачу тепловой прочности длительной. Впервые в отечественном самолетостроении на тяжелом дальнем бомбардировщике было спроектировано крыло с изменяющейся геометрией. Смысл такой конструкции – существенное улучшение аэродинамических качеств крыла на всех скоростных и высотных режимах полета. Сходство крыльев самолета с крыльями птицы становилось все более очевидным. Крыло заимствовалось у самолета средней дальности Ту-22, но имело существенные отличия. Ту-160 – это небо и земля по сравнению с тем, что сделано на Ту-22. Ну, во-первых, он в три раза примерно больше. И он передает огромные нагрузки, в несколько раз больше. И конструктивно он сделан совершенно по-другому. Самолет получился огромным. Размах крыльев – половина футбольного поля. Высота – почти с трехэтажный дом. Вес – 275 тонн. Для облегчения весовых параметров и повышения прочности был использован китан. Впервые в СССР была применена специальная вакуумная сварка электронным лучом. На борту установлено небывалое количество вычислительной техники – 100 цифровых процессоров. Уникально еще и тем, что самолет, имея огромные потенциальные возможности по поражению объектов вероятного противника, необычайно просто в управлении. Для гигантского самолета впервые было спроектировано революционно простое и удобное управление. Этот самолет управляет всего лишь обычной ручкой, как на истребителе. Причем летчики оценивают это как выдающееся техническое решение. Потому что самолетом управлять очень легко и очень удобно. Не только с точки зрения простоты управления, но и по безопасности. Потому что самолетом каждый пилот управляет полностью самолётом. Возможность у этого самолета самая, пожалуй, наверное, все-таки, так сказать, высокая в мире. Ему равных нет по боевой нагрузке и по его боевым возможностям. Я седьмой. Прошу предварительный запуск. Седьмой. Предварительный запуск разрешаю. Прошу взлет. Седьмой. Взлет разрешаю. Я седьмой. Прошу предварительный. Седьмой. Предварительный запуск разрешаю. Запускаюсь. Седьмой. Влет разрешаю. Влетаю. В 1988 году самолет Ту-160 был принят на вооружение. Самолеты стали выполнять полеты над Атлантикой, к берегам Канады, Англии, Исландии и Норвегии. Очертания Ту-160 стали узнаваемы летчиками стран НАТО. В настоящий момент разработана программа модернизации Ту-160 и его переоснащение высокоточным оружием. Проводятся испытания, и мы получаем в ближайшее время ракеты с обычным оружием, высокоточное оружие. То есть мы можем участвовать в любом локальном конфликте, где будут наши интересы задействованы.